Всем привет, меня зовут Егор Еремеев. В данный момент я нахожусь в штате Коннектикут. Вот, пожалуйста, за моими плечами школа Cheshire Academy. Эта школа находится буквально в 40 минутах езды от университета Ельт, известного на весь мир, где училось много различных звезд, президенты Америки, всякие секретари, Джон Керри, к примеру, учился, Джордж Буш учился. Хочу обратить внимание на район. Очень приятные здания, и то, чему не перестаю удивляться, и как бы, что мне нравится очень сильно, у них вокруг домов нет заборов, да, то есть у них заборов нет, у них газон, у них открытое пространство. Все это классно, аккуратно, ухоженно. Видите, к примеру, вот газончик перед домом, да? Сейчас мы пришли на завтрак в школу, на ранний завтрак, сейчас в 7 утра. Посмотрите на столовую. Во-первых, флаги, да, флаги стран, они представляют студентов, которые учатся в школе. И вот это вот небольшая столовая школьная. Давайте посмотрим с вами, как устроена кухня в школе. Вот видите, здесь завтраки подаются, в принципе, омлеты, сосиски, то есть как бы все такое. Там йогурты находятся, вот, фрукты, ножи, все дела. И дальше мы идем к напиткам. Соки, 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 всякие разные, молоко, понятно, хлопья. Здесь вы можете делать кофе, здесь стоит машина для капучино. И дальше, вот, к примеру, да, дети поели, и они относят тарелки в такую штуку, где это все дело моется. Сейчас я вам покажу. Поели, видите, стоит такая штучка, дети ставят на нее тарелки, тарелки уезжают. Вот, пожалуйста, демонстрация. Оп, видите, тарелки поехали. Туда бросаются ложки, сюда бросаются стаканы. И все, все роботизировано. Чешир – это одна из самых старых, из десяти самых старых школ Америки. И в этом году они будут отмечать свое 225-летие. Вот я сейчас иду по одному из зданий, которое считается одним из самых старых академических зданий в штате Коннектиго. На всей территории расположены здания, здания, здания. И вот, к примеру, здание – это библиотека. И также здесь базируются гуманитарные науки, скажем так. Если мы посмотрим, это различные академические здания. Вот сейчас куда-то идем, я не знаю куда. Вот, видите, здесь футбольное поле, регби. Также у школы есть свои фитнес-центры и бассейн. Вот это здание – это здание искусств. Вот все картины – это картины, нарисованные учениками. Здесь есть комнаты по искусствам в программе IP. Здесь есть комнаты для фотографий, для электронных различных всяких штучек. Школа искусств здесь сотрудничает с школой искусств в Гарварде. И, как мне сказали, что ежегодно из школы выпускается порядка 6-10 детей, которые поступают в Лигу Плюща. Так как школа находится в Нью-Хевене, а Нью-Хевен – это как раз город, где расположена ель. В этом городе вы не находитесь, и в этой школе вы не находитесь как бы изолированы, как в многих бординговых школах за границей. Потому что часто бординговая школа – это что-то как бы закрытое, закрытый пансион, и вы находитесь немножко как бы поодаль от города. Здесь у студентов есть возможность посещать все, что угодно, все, что они хотят, потому что они, скажем так, в студенческом центре. Вот сейчас мы заходим в дом для девочек. Мне вообще сюда нельзя, но как бы мы пройдем. Вот рядом со школой частный домик. Вот так выглядит. Видите? Мне сказали, что школа уже неоднократно пыталась купить этот частный домик, но владельцы отказываются, потому что очень хорошее расположение и очень классное место. Еще хочу показать вам одну особенность американских школ многих. Вот сама школа, да, и сразу же, смотрите, вот видите, кстати, почтовый ящик. Вот этот дом – это дом главы школы. То есть считай, что глава школы живет, ну или директор школы живет прямо на территории школы. И, кстати, только никому не говорите. Видите? По-моему, под упаковкой стоит кадиллак. Меня часто спрашивают о погоде в тех местах, куда я езжу, да. Вот видите, как раз тыковки. У нас скоро Хэллоуин здесь. Сейчас на дворе октябрь, да, как вы понимаете. Середина октября. И вот видите, как я одет, да, то есть в кофте. И сейчас 9 утра у нас. Вот вы видите, какая погода замечательная. Днем обещает плюс 16. То есть вот такая приблизительно погода. И вот здесь в Коннектикуте, как мне сказали, здесь средняя температура зимой около 0 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok